В прошлом году в филиал компании «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети поступила заявка от владельца земельного участка, расположенного по адресу улицы Кандаурова, 57В, на техническое подключение к сетям. Задача АМС – успеть выполнить работы в течение полугода, таков установленный регламентом максимальный срок. По большому счету имелось два варианта – строительство новой линии от ближайшей подстанции П-57 и прокладка подземного кабеля, для чего потребовалось бы производить разрытие междворовой территории. По словам главного инженера АМС Юрия Бабича, как наиболее оптимальный был выбран первый вариант. Так как эта подстанция находится внутри всех дворовых территорий, принадлежащих собственникам многоквартирных домов, и при межевании земельных участков не были предусмотрены интересы третьих лиц, в том числе и наших, которые у нас кроме подстанции здесь еще и сети есть кабельные, которые электроснабжают дома. Не были предусмотрены технические коридоры для дальнейшего, как говорится, развития и строительства. Поэтому нами было принято самое такое оптимальное решение по строительству и подключению этого потребителя, использовав существующуюся уже линию электропередач, построив новую. Однако собственники дома номер 57 возмутились установкой опоры на их преддомовой территории. Тем более без какого-либо согласования. Получается, первопричина конфликта в том, что специалисты, выполнявшие когда-то межевание участков, по неизвестной причине не предусмотрели технические коридоры для третьих лиц. Муниципальной же земли здесь не осталось. Как заверил Юрий Бабич, проект был сделан в соответствии с техническими требованиями и правилами. Все меры безопасности соблюдены с колоссальным запасом. К примеру, если провод, допустим, линии, самонесущий, изолированный, должен располагаться, ну, не должен располагаться ближе одного метра к зданиям, да, то здесь запас взять на 4 метра, грубо говоря. То есть никаких нарушений при строительстве нет. При этом жители дома все же опасаются, что после подключения еще одного абонента мощности электросетей будут перегружены, что приведет к негативным последствиям – выходу из строя электроники, бытовых приборов и даже возгоранию трансформаторной подстанции. Трансформаторная будка не рассчитана на такой объем потребления. Дело в том, что она уже неоднократно дважды горела за это время, перегорал трансформатор. Особенно в летний период, когда возрастает нагрузка, сплит системы, телевизоры, холодильники, выбивает фидеры, отключается подстанция. А если подсоединили к нам эту, мы даже не знаем, что там будет, что. Мы очень сильно за это переживаем, боимся, что поговорит домашняя вся бытовая техника, и потом не найдется ответственной за эту ситуацию сложившуюся. Как пояснил главный инженер, имеющийся запас мощности делает подобные опасения безосновательными. Трансформаторная подстанция номер 57, находящаяся внутри дворовых территорий, имеет два трансформатора, и загруженность этих трансформаторов составляет 50% каждого. Подключение нового потребителя, для которого была построена воздушная линия, составит увеличение мощности на 15%, то есть загруженность перегруза никакого нет. Производится плановое обслуживание подстанции. Работники предприятия регулярно делают осмотры и замеры, а выявленные неисправности своевременно устраняют. За 2020 год по техническому обслуживанию она была отключена всего лишь на 2,5 часа. Никаких длительных отключений за последнее время нет, никаких возгораний, о чем была речь, трансформаторных подстанций, то есть самих трансформаторов никогда здесь не происходило. На этом предприятии работают с 1992 года, и на моей памяти не было такого, чтобы здесь что-то горело, либо какие-то возникали пожары, о чем говорил тут житель дома. К тому же за 2020 год, да и вообще за последние пять лет к нам ни разу не поступало обращений от жителей ближайших домов, которые подключены к этой подстанции, от самих управляющих компаний по качеству, надежности и электроснабжению их домов. Наш адрес не поступало. После требования жителей о согласовании установки электроопор, АМЭС в свою очередь предъявил требование управляющей компанией АЗАК, которая должна была организовать встречу представителей предприятия с большей частью собственников, на которые люди могли бы получить ответы на все вопросы. По закону с людьми согласовать, это нужно со всех взять подписи. Управляющая компания не хочет этим заниматься. Я не знаю почему, потому что управляет домом управляющая организация, я считаю, она обязана вести вот эти все переговоры, процедуры с жителями дома. Никак не сетевая компания. Ну, сейчас на данный момент ведутся у нас переписка, переговоры с управляющей компанией, чтобы компания АЗАК, управляющая компания АЗАК. Ну, в случае недостижения согласия в этом направлении, мы вынуждены будем все решать в судебном порядке. Таким образом, пока вопрос находится в стадии решения, сотрудники АМЭС взаимодействуют с собственниками дома номер 57 через управляющую компанию. По словам Юрия Бабича, общее собрание назначено на 2 марта. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, АЗОВ.Инфо.